Как вот эти люди править будут, которые поставляют Путина и готовы жрать помойки, это вот эти вот народовластия, а у нас для вас другого народа нет, а вы какое народовластие хотите? Вы почему считаете, что вы как-то более приспособлены для управления и для высказывания своей точки зрения, чем те, которые жрут на помойке? Вот если сейчас собрать этих, которые жрут на помойке и таких, как вы, и задать им вопрос, дважды два, сколько будет? Что вы ответите? Четыре, да? А вы думаете, они ответят что-то другое, что ли? Вот эти, которые жрут на помойке, они скажут шесть, что ли? Для того, чтобы, блядь, они сказали шесть, им Путин нужен, понимаете? Тогда они скажут три или шесть или ноль или еще какую-нибудь херню. А если у них не будет Путина и будет выбор, они скажут четыре. Я извиняюсь, просто у меня вызывают жуткую реакцию люди, которые почему-то считают, что они умнее, чем вот масса народа. Почему они считают, что этот народ как-то по-другому проголосует? Не так, как они. Я вас уверяю, когда у человека есть свобода выбора и информированность, да? Помните Одина? Одноглазого бога, который свой глаз за мудрость отдал. Ну, не только мудрость у него была, да? У него еще два ворона были, которые основные, так сказать. Одного Хугин звали, да? Другого Мунин. Хугин и Мунин. Что обозначает мыслящий и памятливый. Понимаете? Вот это главное, к мудрости еще мыслить и память иметь. Вот сейчас интернет дает такую возможность. Сейчас каждый из нас Один, потому что у каждого и Хугин есть, и Мунин есть. У каждого есть и память. Мы можем покопаться и найти все, что угодно, да? И мысли какие есть нет своих, то можно найти в интернете. Понимаешь? То есть главное сознание. Ильич еще говорил, что государство сильно сознанием масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и на все идут сознательно. Но почему ты думаешь, что те массы, которые все знают, как-то пойдут сознательно на что-то другое? Если они будут знать конкретно всю картину от и до, да? Ты почему думаешь, что они проголосуют как-то иначе? Не как ты. И вот это меня больше всего забавляет. Причем суть-то народовластия не в том, чтобы они правильно проголосовали, а в том, чтобы они могли сто раз переголосовать. Ну неправильно они проголосовали. Ну пролетели, сами пролетели, да? Что-то потеряли на этом. Ну переголосовали. В этом вся проблема. Проблема тирании в том, что сидит сволочь, упертая сволочь, вот Путин, который навязывает что-то. А это никак не катит. Это плохо. И он знает, что это плохо. И он все равно это навязывает, потому что он принципиальная сволочь. Да, потому что ему нравится это. А народ, ну, уперся, голову, блядь, в говно, в лицо, блядь, его сунули, этот народ. Он из этого говна вылез, умылся, блядь, и больше он туда не полезет. Никогда не полезет. А когда какая-то сволочь его все время туда пихает, блядь. Конечно, масса народ, которые кричат «Ура!», ну потому что они или трусы, блядь, или дураки, или ворюги, вот и все. Что тут? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok